Продолжение следует... Продолжение следует... Как должно общаться и в каком общении пребывать христианину, православному, церкви, причем неважно православному, католику, то есть тому христианину, который находится в церкви, с теми христианами, которые находятся вне церкви. Продолжение следует... Показать, что значит быть профессионалом. Я вел занятия, по слову Божию, во всех отделах милиции Барнаула, это 5 отделов, городской отдел и краевой, а это 700 там больше офицеров. За мной приезжает машина, и они назначают заранее тему, допустим, экстремизм, или там мусульманство, что-то такое. А дальше вопросы-ответы. Что-то вякать начинает тут. Вот. И вот линейный отдел есть. Здесь все это воруют на вокзалах и специально приезжают. Железнодорожный отдел милиции это одно, а линейный это прямо к железной дороге. Я стою, ждусь, сейчас собираются офицеры. И вызвали, видимо, тех, которые когда-то служили. Я не знаю, как там это. И вот мимо меня проходит один высокий, седой, в гражданской форме. Так, а вы что здесь делаете? Как что делаю? У меня встреча назначена, это политработник меня за мной приезжает, и официально все. Так. Вы три недели назад торговали жирной свининой? Я? Никогда. Во-первых, к свиньей не прикасаюсь. Мясо вообще не ем. Да. Вы были не одни. Вы были с братом. То есть этот человек никогда не думал, что он со мной встретится. Но он проходил мимо, это уголовный розыск. И он все сфотографировал. Я говорю, не был там. А потом говорю, постой. Две недели назад у меня брат приезжал. Он попросил, тяжелая свинья, помоги мне за прилавок занести. Я ему помог. Он в этот момент, проходя, меня сфотографировал глазами. Это какую надо иметь? Понимаете, профессионал высшего класса-то. Я тогда засмеялся и говорю, действительно, я был, я не продавал. Но я видел, как вы за прилавком стояли. Да я не стоял. Я просто повернулся. Он в этот момент щакал у него в памяти. О, вот верующие должны так знать Священное Писание. Ты не просто его должен знать, а понимать. Это место Писания существует. Но если бы его не было, ты что-то потерял? Дальше. В этом месте Писания ты отобразился? У меня другие вопросы к Писанию есть, которые не ставят ни святые отцы, я не встречал нигде. Я просто на своем уровне. Потому что у меня ни семинария, ни академия, ни корежил никто мою совесть. Я сам, как отец Геннадий Фас говорит, как дичок рос на поле. Я убого все выпрашивал. Вот это место Писания, я считаю, Псалтырь, почти все ко мне относится. Поэтому такое мое чтение я читаю ко мне и мой вопль. Это не просто слова, буквы, а для меня это стон моей души или ликование моей души. И вот я на этих людей смотрел, о которых сейчас будем говорить-то. Я с ними вместе. И они идут, разговаривают, у меня стройно выстраивается мысль, что бы я им мог сказать. Вот теперь говорите, как профессионал своего дела. Главное, что было в этих роликах, речь шла о любви. Да. Любви, самое главное, которое объединяет Бог, есть любовь. Об этом мы читаем в Священном Писании. И, соответственно, ну, скажем, там много вопросов, поэтому вот начать разговор о любви. Вот, скажем, как ее понимает христианин и как он с любовью должен обращаться к людям, ну, скажем так, иной религиозной ориентации, там, иным динаминациям, так это называется. Вот, наверное, первый вопрос. Хорошо, понял. Понял, это вопрос высказали, все? Да. Все. Значит, так. А они разговаривают. Я, понимаете, я уже просто только глянул, все три ролика просмотрел, и мое первое впечатление было неошибочное. Вот я как глянул на них, и они еще слова не произнесли, а у меня уже сложилось сравнение с кем-то и чем-то. Вот это с протестантом, который там что-то, ну, как он одетый, ну, расхристанный, просто сказать. И вот как говорит он, как развивается, говорится, у него губы раскрываются, уголки. И я сразу вспоминаю, у нас был один в общине такой близкий мне человек, но страшной гордости. И он как-то на костре просчитал. В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал. Слышал? И автор поет. Я ролик такой на днях поставлю где-то. И это все он пропел о себе. Он тогда не пел, а считал. Постепенно он ушел от всего. Попрал все. И вот этот человек из протестантов, копия. Как будто он вышел. Я даже смотрю, неужели это Саша вышел сюда. Он попрал все заповеди. Потерял православие. Стал попирать седьмую заповедь. То есть он должен был умереть по закону еврейскому, по закону мусульманскому. Стопроцентная гарантия смерть. Смерть. Он пошел к баптистам. И там опять тоже. Там группа делилась. Он с нею. И там лишился. Теперь нигде сидит дома. Но где, как только заговорили, вот о томске там под видом священника выступает какой-то шпаненок. Там с Америки этот говорит кто-то, якобы скоро Товский. Теперь у меня все под сомнением. Они ли это? Говорят. Он сразу, мгновенно с ними нашел, соединился. Теперь ходит, разузнает, кто у меня модератора, администраторы. На форуме, везде предлагает деньги, чтобы они уничтожили, испортили. Погубили мое сокровище. Я еще не встречал такой лютой, просто сатанинской ненависти. Ненависти к всему православному. Вот это, в конце концов, эти встречи, до чего его довели. И он на этого похожий абсолютно, как будто бы копию. Если их совместить вместе, один к одному. И вот эти особенно уголки губ, как он говорит и как хихикает. Вот все один к одному. Что это означает? Я понимаю, это штамп, который накладывает кто-то. Человек не может так быть похожим. Так одеваться, так говорить, так смеяться, так кривляться. Все одно и то же. А священники, это Петр его название, я не знаю, если ему 30 лет. Если ему нет 30 лет, разговаривать не с кем, он просто не имеет права, он должен быть извержен. Слово извержен, то есть выброшен. Извергните среди себя, извергните, то есть вычеркните. Это канон 14-15 правила Шестого Вселенского Собора. Дальше они говорят о любви. Взяли из первосвященнической молитвы, как называют, и говорят. Вот толкуют, Писание, все неверно. И священник стоит, соглашается, он не знает. В общем-то, тот священник прошел, он поступил правильно, потому что к мертвому нельзя прикасаться. А мертвый из чего вы взяли? Раненого от мертвого отречить не могли. Где вы слово мертвого нашли? Написано изранили. Если убили, написано убили. Они сразу лгут. А люди, которые не считали Писание, ну думают, евреи запрещено прикасаться к мертвому, он правильно и пошел. Да никто не заставлял. Он бы мог по мобильному скорую помощь, милицию вызвать. Он безжалостный, жестокий. Тут надо все поставить. И святые ци именно так и толкуют. Дал два динария, два динария, то другое. Почему они не говорят, что это два новых завета, они ваши бредни? Он дал ему новый завет и ветхи-то. Сегодня возьми у протестантов-то на 11 книг урезанная Библия. Дальше. Читают. Один считает по православным синодальным, а другой неизвестно, что считает. Они считают по разным книгам-то. А раз считают по разным, потому что они совершенно разные. Ну не потому, что я предвзято слушаю. Я знаю, что лучше синодального перевода на русский язык не сделать. Переводили четыре духовные академии. Из переводчиков два канонизировано уже. Митрополит Пиларет и Макарий Архимандрит Алтайский. Это одно маленько должно говорить. И кто? Хвольсон участвовал. Александру Мению в разговоре, когда мы встречались с ним, я спросил. Вот вы еврейский язык знаете? Да, знаю. А как работаете с еврейскими книгами, с оригиналами на еврейском языке? Он еврей. Мень. Мень означает налим. Рыба налим. Такая скользкая, без чешуи. И вот разговариваем с ним. Я говорю, скажите, отец Александр, а вы можете так переводить? Вот как переводил Хвольсон Давид Аврамович. Он вот так вот от меня отшатнулся. Да вы что? Да никогда. Понятно? Это человек с инклосипедическими знаниями. Он многое-многое считал на еврейском языке. Но у него даже мыслях нету уподобиться тем переводчикам. А здесь так со словарем нашел. Так, баптизанте. Ну, это и погружение, и скамейки можно омывать. И он уже тогда теперь можно и не крестить. Ну, слушать-то нечего. И вот они здесь рассуждают. Главное это любовь. Но сигнал на любовь вам в Библии не нужно. А главное это любовь. А кто потоп навел? Бог, которому имя любовь. А младенцы у погибли? Все погибло. И звери, и звери. Так это садисты начинают там. Вот за эти эти слова-то будешь отвечать, я говорю. А кто сжег садом Гоморру пять окрестных городов? Кто? Бог, которому имя любовь. Почему вы про это умалчиваете? А вот я считаю, послание апостола Павла. Мы можем признать, что они, вот эти разговаривающие, иногда в разных там они вариациях, переводах говорят. Да, признаем. Я знаю, как ответят. И Петр, и этот, который идет, которого я называю Александром для себя. Ну, а апостол Павел писал, как думаете? Павел говорит, думаю, я имею Духа Святого. Так имел он Духа Святого или нет? Все писание Бога духовновенно. Писали святые Божьи человеки, Петр говорит. Мы согласны с этим? Ну, да. Чуть, слушай внимательно. Послание святого апостола Павла к Титу. Третья глава. Десятый стих. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Не беседы, а вразумления. Не встречи любовной, а вразумления. После первого можешь уйти, ну, максимально два. Все, разговор окончен. А почему? Тебе не надо рассуждать, почему. Бог повелел. Приказы начальника не обсуждаются. Ну, допустим, согрешил против тебя брат. Тут три этажа. Первое. Облещи его. Если он не покаялся, облещи. Не покаялся. Скажи. Двум-трем. Не покаялся. Всей церкви на третий этаж. Не покаялся вниз головой. Да будет он тебе, как мытарь и грешник. Все, он выщеркнут, и его нету. Не сказано. Ходи его увещевай. Ходи ему говори. Не бросайте жемчуга перед свиньями. И вот я смотрю, они говорят. Они оба чуждой истины евангельской. Они ее не знают. Они страха Божия не знают. Я определенно могу сказать. Вот вы, ну, попутно хотел сказать. Вот сейчас, если коснется дальше разговаривать, чтобы понятно, на что я обращаю внимание. Это притча Соломона, шестая глава. Дома прочитаете. Там о поручителе говорится. А к чему я это ставил сюда? А к тому, что поручительство. Это означает, я признал того человека достойным того, чтобы его не наказали, а я за него отвечаю головой. Поручитель. Вот священники, поэтому благословляют, он врущается. За что? За то, что он будет делать. Батюшка, благослови. Ну, ладно, я тебя благословляю. А дальше-то что из этого идет? Означает, меня батюшка благословил. А ты узнал, на что он благословляется-то? Этот пошел все без епископской воли, ничего не ел. Тебе епископ благословлял-то такое общение? И они вдруг никак. Деноминации. Откуда это слово взяли? Деноминации. Исключи из своего рациона. Это сектамская блевотина. И ей у попы подавились. Деноминация. Конфессии. Нет этих слов. Это замена слов, которые святые категорически запрещают делать, называть вещи своими именами. Есть церковь и есть ересь. Еретик. Я не знаю, кто священник, где он находится, но перед ним ярый еретик. Еретик. И батюшка в этом русле идет и поет. О чем он же говорит-то? Его надо вызывать на допрос, спросить, как далеко он зашел и поставить на место. Да вот надо, главное это любить. Главное любить. Ну, а вот это слова еретика отвращаются. Это любовь или не любовь? Как это понимать? А теперь, если церковь не послушает, а церковь, это вселенские соборы. Вселенские соборы запрещают вот такое общение. На их праздники принимать дары. А что особенного? Ну, еще особенного. В Ельскую синагогу пришел там президент, семисвечник зажег. Он должен стоять соглашенным, если он православный. А это открыто все показывает, как все делает он. Если ты православный, для тебя определенные правила существуют. И они написаны в Святой Библии, в канонах, в правилах святых отцов. Вот я гляжу, и идут два человека, и не увидел ни одного ревнителя. Вот передо мной труды Антония Великого. И он говорит, я никогда мирно не беседовал с еретиками. То есть он беседовал, он мирный человек. Но он знал, с чем это заканчивается. Последнее слово. Ты не в церкви. А вне церкви нет спасения. И он, наш Бог, придет за церковью. Не за сектантами. Не за еретиками. Это мы можем как-то вписать в свою жизнь. Как-то это вмонтировать туда. А не так, я любящий такой. Я святый любящий. Тогда святые отцы были не любящие. Выбора-то никакого нет. Так, а святые отцы как поступали? Так, как учили апостолы. Не ретика после первого, второго не беседы, не обнимания, а вразумления. Они это слово не берут. Зачем оно им нужно? Потому что они уже потонули в этом. И рассуждают об этой притче. Они бы ее в руки не взяли говорить притчу. А почему он, говорит, не назвал его самарянин? По ненависти. Затауз говорит. И поэтому сотворивший ему милость. А почему ваши-то мимо прошли, разлюбезные господа? Вы видите, сколько израильных сектантами, как они ушли. На него напали разбойники, демоны. Люди, которые подчиняются им. Которые терзают церковь. И вы прошли мимо. Феофан Затворник говорит. Священники считают, что все у них нормально. Но когда видишь, что весь дом охвачен пожаром, начинает суетиться бегать, но уже поздно. И вот он идет. То есть, я не знаю этого священника Петра, но вижу, что ему разницы никакой нет. Александр Мень мне сказал. Ну, мы не ставим задачи, чтобы они переходили. Как? Отец Александр, я говорю. Это все аудио. И ворди у меня в 20-м томе, открытым оком. Так тогда смысл-то вашей беседы какой нет. Я говорю, тогда вам разницы нет, что и от вас к ним уходят. Ну, я против. Да он тебя спрашивать не будет. Он очень просто. Главное, это, чтобы поверил, что Библия – Слово Божие. Все, вопрос решен. В православии, если только доказал, что Библия – Слово Божие, ему в православии делать больше нечего. Ему сразу покажут 20-я глава, 4-й стих, и пошли дальше исход. Зачем идолам поклоняешься? Иконы долой. Дальше начинают. Он идолам покажет батюшку, епископа и патриарха. Это делается в два захода. А дальше уже, дальше она уже не встречается, где ходить нельзя. Теперь все правила, какие были против перетеков, они их обращают против православных. И у нее-то таких ни одна, ни две души ушло. Одна писала «Баптизм» – современность и современность. Лялина. Где-то зарядить можно, может, она уже оцифрована. Вот этот материал. Она говорит, ну, это более ранний период был, ну, не прошлого века, конечно. И она говорит, 85% баптистов – это бывшая православная. То есть собственную базу так и не создали. Если рыба прилипала, она одна не может существовать. Она где-то околожабра у акулы или у кого-то прилипнет, и она все время за ней ходит. И отстатки какие есть доедает. Вот есть такие люди. Вот они ко мне прилипли, а у них своего-то ничего нет. И они вокруг меня гуртуются, ходят, там ставят какие-то ролики, у них ничего нет. Прилипалы. Прилипалы. Два лжесвидетеля противного фея. Я их поставлю на место. Только мы не спрятались они никуда. Я им ролики эти разберу и преподнесу с другим запахом. Почему они вот напали? Да потому что я их обличал, говорил. Гнойные нарывы эти вскрывал. Один пришел, ему разницы никакой нет в Куратовске, что православные, что сектанты. Это там тоже церковь, динаминация. Ясное дело, что это не православный. Православный никогда этого не может сказать. Если все одинаково, зачем тогда было образовать новые какие-то... Зачем отделения-то? Если они понимают, что нет разницы, тогда бы вы в церкви и трудились об исправлении-то. Ну в государстве, допустим, ты заметил не так. Милиция оборотня. Ну президент же не побежал в другое государство. А я пойду в Швейцарии там буду. Он бьется здесь, пытается, ставит других, там меняет, там назначает Нургалеева, еще кого-то. Кого-то посадили. Он работает здесь. Именно здесь меня Бог найдет, где я поставлен. Моисей не бросил свое стадо. И Арон видел, что сделали золотого телеса, он тоже остался здесь. А эти куда-то, они там где-то пошли. А там уже нарожались дети Адафана, Аверона и Корея. Число 16 глава. Вот ответ. Я посмотрел, наружно, внешняя интонация, все говорит, не евангельское. А они понимают, Евангелие это вот руки и голова между ног и говорит. Это не бойцы. И кого-то он привлечет, конечно, нет. Никак. Привлекается только там, где в Духе Святом трудятся. А в Духе Святом, это значит и в пророческом Духе. Пророки жгли сердца людей, как Пушкин говорил. Слово должно быть приправлено солью, а у них ничего нет приснятина. И вот он стоит, вот как он стоит, издалека даже видно, что человек этот не православный. Вот издалека даже, как двое говорят, хохочут, приебаются. На расстоянии километра я могу определить, православный, благоговейный или неблагоговейный человек. Почему американцы все время обязательно, чтобы при улыбке везде губы раздвинуть, показать зубы? Обязательно. И в таком виде они показывают. Почему? Ну, это, я вопросы задаю очень простые. А у русских, посмотри, старые фотографии. Ну, умерла тут одна, она была за, как сказать, директриса. Директриса. Еще в старшее время. И у нее большой архив остался. И счастье у меня было, я по музеям разнес, подарил им. Нет ни одного, чтобы губы разжатые были. Ни у учеников, ни у кого, ни у учителей, ни у священников. Плотно сжатые губы. О чем это говорит? О собранности. Ну, а второй вариант. У нас со всех сторон пытаются обмануть, и нам не до смеха. Златоуз говорит, широко развиваешь рост. Смеешься. Не думаешь, что сатана вскочит в тебя? Да что, это игра какая? Что, кукла Барби, что ли? Вот за это тоже ответишь. Понимаете, нет никакой ни строгости, ни понятия о том, что Павел говорит некоторым, потерпели кораблекрушение в вере. Кораблекрушение на подводные скалы. Что ты рот-то разинул-то? Тебе доверены люди, корабль-то весь погибнет. Ты понимаешь, нет признаки неба. Смотри, какая погода будет. Куда ты выводишь? Павел говорил, не надо выводить, но больше доверяли кормщему. И что получилось? На остров Мелит Мальта были сброшены, а потом туда Горбачева занесет и решат уничтожить Советский Союз. Вот какой корабль туда приплыл. Через 2000 лет. Советский Союз. И тут, став встреча на Мальте, нигде не появилось ничего. Это в тайных СССР. Совершенно секс-секретно. Его убедили, что мы тебя спасем, под суд не отдадут тебя. Начинай, гласность сделай. Гласность и перестройка. Два слова. Перестроить надо. Людей еще строить. 70 лет строили, вдруг перестраивать. Ничего нигде в магазинах нет. Будет? Ничего, конечно, не будет. А вот такой путь. Все это обдумано, я не об этом даже говорю. Дело в том, что то событие кораблекрушения, оно откликнуло через 2000 лет. И никто этого не видит. А как ты это увидел? Меня спрашивают. На молитве. Мелит – это Мальта. Согласны? Ну да, это старое название. Ну и все. Кораблем называется сам человек, который плывет. Церковь называется кораблем. И все государство. И приплыл туда Советский Союз. Это ученик Маргарет Тэтчер. Это масонка самых последних ступеней посвящения. Его приняли, рассказали. И проще все равно тебе уходить. И дальше пойдет это Куралесе. Тут пьяница придет. Разваливается до конца будет. Подпишет, как раз ногами в флаг повешает. Беловежской пущи. Так. Я откликаюсь, но я хочу показать, что разговаривать как надо. А если в это время был бы кто-то, пророческий глаз, да он пришел бы, возвестил. Я как-то шли здесь со священником, с отцом Иоанном Суворовым. Я говорю, скажите, у вас бывает эперхиальное собрание? Конечно. И священники? Все собраны. И благощинное, да, и пископ. Ну, и пископ – глава. А я могу присутствовать? Вы? Да нет, конечно. А почему? Ну, вы не священник. Значит, Бог разговаривает только со священниками. Скажите, я по порядку буду спрашивать, Иеремия какой сам имел? С какого возраста? Исайя с какого возраста? Ну, Амос с какого возраста? Он говорит, я был пастух, собирался и каморы. И вот подошел человек, я теперь перекидываюсь на один фильм, «Давид». Еще первый фильм был, хороший фильм поставлен. И царь Саул договаривается, там, победил Агага, и теперь какие города ему возвращает, чтобы только домой отпустили, и все у них нормально, мирный разговор, как с эритиками этот идет, разговаривает, все. И в это время Самуил идет, и перед ним с позвонком идет там мужчина, звонит там. Он подходит в войну, копье. Его царь ведет переговоры там, он, пошел вон, царь, открыл, а тот стоит. И он начинает, ты торгуешься отпустить. Сколько их жен вдовами он сделал, сколько детей сиротами, и берет меч, вот так разговаривать надо, и отрубает ему голову. Это из священного писания. Я говорю, так вот, Самуил-то пришел, он никуда не делся. Дух пророческих Бог дает. Когда люди согрешают, как когда там было такое, Озия согрешил, проказы Бог покрыл, когда он за кадильницу взялся. Исайя, 6 глава 1 стих, «В год смерти царя Озии видел я Господа, престол Божий высокий, превознесенный». Там сидит 6 глава 1 стих. «В год смерти царя Озии» 6 проповедей, Иоанн Златоуст говорит, 6 на заголовок только. Почему? Царь согрешил, прокаженный должен быть за городом, жил в городе, Бог отнял пророчество. Почему в православии сегодня нигде ни патриархии, ни пророков, никого нет? Какие-то старцы, что-то замурыженное такое. Почему? Потому что все беззаконно. Вплоть до избрания главы. Не по жеребию, а заранее административной работы придумали правила. Не изведанных Духа Святого. Не по миссионерской деятельности, не по хуменическому движению. Не по продаже табака и водки. А еще изведанных, которые со Христом были, их узнавали, что они были с Иисусом. Вот что нужно было. А этого ничего не было. Это я про всех говорю. О том сыпется еще за эти слова. И как нужно было разговаривать? А вот так, как разговаривали они. Я говорю, скажи. И вот сейчас этот человек, в дверях там сидит секретарь, вот так бы оттолкнул ее. Сядь на место. Открыл дверь и сказал. Собрались князья Содомские и Гоморские. Позвольте. А это кто такой? Одежда заплатанная. Никто его не знает. И кто-то прошептал. Пророк Исаия пришел. Пророк Исаия. Первая глава. Да не было Содома и Гоморры. И князей не было. Уже давно на днях. Но их образ жизни говорил. Они никакие. Они патриархийные. Это Содомские и Гоморские. Это не Папский Рим. Это Содом и Гоморра. И дальше он начал бы говорить. И то, что там по первой голове. Скажите, в вашем перхальном собрании архиереи, священники приняли бы или нет? Да, конечно, нет. Ну и ты пошел вон. Что я с тобой буду разговаривать-то? Вы чуждый церкви, чуждый Бога, чуждый Духа Святого. И поэтому божественный глаз, он жжет вас. Вы Библию-то не знаете. Вы ее переворачиваете. Слова-то ты слышал, а куда применить не знаешь. Вот они взяли, идут в притчу о Самарянине. Но они не говорят, кто это. Откуда шел Сирису Иерусалима Верихон. Почему вы не говорите? Если Иерусалима, то есть с града избранного Богом, и шел в изыщество. То есть из православной церкви пошел в ереси. Это вами израненный лежит. Он бы ему сейчас, священник-то, сказал. Это вы изранили всю пасту. А виновен я. Я не учил, я перекрыл кислород народу. Я не давал ему пищи. Главная вина, что он оттуда пошел искать куда-то. Я не кормил ее в Иерусалиме. Вот это был бы разговор. А где такое толкование? Да оно само просится. Израненный был. А израненный от кого? Как ты считаешь, душа ушла в сектанты, веговисты там? Это не израненные? Ушла в сатанисты. А ведь Бавацкая Елена могла быть другой. И Рерихи могли быть другие. И Ленин, и Сталин могли быть другими. Сталин... У Гитлера была мечта стать художником, а у Сталина священником. Это-то не надо забывать. Учился в семинарии. Я по путам вставки делал, а не подумал, что я куда-то отвлекся. И вот они эту притчу избрали. Они ее не знают. Отец Геннадий говорит. Когда были у Игнатия, сидели мы до утра, 5 часов утра, закончили беседу. И он предложил сначала, ну, что я знаю там о крещении, баптисты. Игнатий в конце сказал, ложь. Ну, думаю, притчу о десяти девах, тут уж я покажу. В конце Игнатий говорит, ложь. Я думаю, а как же так? И когда я разъяснил, он понял, говорит, у баптиста потом, а у православных сокровения свыше. Вот как? Так, это Бог говорит. Это человек, который пришел, он понял сразу. Все, что они говорят, это неправда. Он шел вниз. Спускался с того уровня, на котором Бог поставил, и пошел вниз. Город Иерусалим на вершине стоит, а это пошли вниз. И встретились разбойники. Они не объясняют, кто разбойник. А разбойник-то рядом и идет. С другой стороны, два разбойника идут. И два разбойника говорят, а вы в повинной у него. Вот тогда бы Слово Божие заговорило, оно живо и действенно. Мне не надо знать, кто он. Даже пускай, ладно, ему 18 лет этому священнику. Безбородые оба. Израненный был с бородой. Священник и левит были с бородами. Понимаете, нет? А шел самарянин, про того мы не знаем. Язычники тоже бороды носили. Показывают даже в кино, они с бородами. Ну, там тоже разбирают. На изображениях там разные. Саря Кира, правда, по-другому там. Ну, а сирийцы, а сирийская бородка, как? Но все равно видно, что это не две мамы в семье. И вот эту притчу они ухватили. Любовь. А любовь в том выражалась, что он привез его в гостиницу. А гостиница, толкование одно церковь. Не секту, не деноминацию, не конфессии. Вот эти лживые слова. Замену дали. Он привел его в церковь. Она уже стояла. И было кому отдать. Дал два динария им. Учить. То есть, это означает, этого израильного человека на ставки по Святой Библии. Не по вымыслам человеческим. И когда я буду возвращаться, то есть, Господь придет, он доплатит. А за что? За толкование. К нам почти не относятся. Это святые отцы истолковали. Истратишь сверх это. Сверх Нового Завета нечего тратить. Это означает, растолковали. А кто это так толкует? Янгол Тауст. Не надо даже выдумать. Православным очень легко не думать. Я бы исполняю, я выполняю. Я пришел на дорогу. Сдал экзамены. А я теперь мысль. А почему на красный нельзя, а на зеленый можно? Ну. Мне зеленый даже больше нравится. Он успокаивающего действует. Но с тобой никто не будет говорить. Я стал спрашивать, что я прошу. А почему красный? Ну, так постановили. Ну, а почему именно? Не знаю. Потому что инфракрасные лучи, даже через туман, видно дальше всего по пространству. Атмосфера не поглощает. Образом сказать. Красный свет виден на 3 километра. Синий на 2, желтый на километр. Вот почему. И это все учли. Главное красный. Не скорость, когда ехать, он может не тронуться. Но тормознуть там что-то на дороге. Может авария. Может горит другой грузовик, перегородил. Красный, красный. Притом у самолетов. Топовые огни на кораблях. Справа и слева. Там красный, зеленый. Все обдумано где-то. А у этих ничего не обдумано. Они не понимают, почему 2 динария спрашивают, не могут сказать. А почему в гостиницу? Ну, почему он дальше-то не повез его? Ну? Или дальше дал бы телеграмму. Так, мои друзья, заберите его. Там ухаживайте. А тут в гостинице собрались. Ничего не знают, как лечить его. Тут вопрос на вопросе. И слово Божье живое действие, оно заговорит с тобою. И тогда ты увидишь, это говорят 2 человека, которые, может, никакого отношения к гостинице не имеют. А они виноваты в том, что он изранен. И таких миллионы. Этот их не учит, он выходит, а эти добивает. Второй слева идет, этот добивает. Как бывает. Вот на бык, там, ториадр когда. А потом последний ему в шею втыкает уже пику свою. Вот и все. Я один раз прохожу, и тут я в киоске, вот эти комками называют, за все время ни разу ничего не купил. То есть, если бы все поступали, как я, они бы исчезли в один день. Никто не подходит. Никто. Ну, там есть еще и Матадор, Ториадр. И у них название такое, кажется, Ториадр. Я подошел и спрашиваю, скажите, а почему так называется? Ну, я не знаю, это хозяин так назвал. И он вам не сказал, нет. А хотите узнать? Ну, да. Я говорю, а вы видели бой с быками идет, когда? Такие бойцовские быки, они как бешеные, выскакивают, ищут кого, ебать одну. Вот, кама грядишек, когда показы, как он свернул ему голову. Вот так, так это вот, к вам, покупатель, окошко низко, склоняется, как бык-то. У него денег нет, а вы последним ударом добиваете его здесь. Проходит маленькое время, я прохожу мимо. Название совершенно другое. Натали. Почему? Видимо, хозяину брякнуло и... У одного времени появилась какая-то мощная такая организация, себя там позиционирует так Чарльз. А что такое? Не знаю. А обратно считается срач. И когда опубликовали, они сразу заменили сердце. Ну, маленько откройте глаза, ну, посмотрите, ну, хохочет над вами. Много ли человеку земли нужно? Это такая повесть есть у Льва Толстого. Как он ему сказал, сколько за день оббежишь? Ну, положил тысячу рублей, он кое-что продал, поехал. И вот оббежишь сколько, чтобы вернулся вот к этой шапке. Деньги лежат здесь. Ну, и все, тогда твоя земля. Он пошел, захватил больше, добежал. Рукой коснулся, солнце уже, а они на холме сидели-то. А сердце не выдержало, лопнуло. И он бежал когда, и видел, как сидит этот самый бай, там в казахских степях продает. И сидит, хохочет. И руки на животе, пузо охватило. Потом видит, уже рога растут, копыта. То есть сам сатана здесь. Вот и все. И вы посмотрели бы духовными глазами, кто вы друг для друга. Если это священник, он никакой помощи этому юридику не может оказать. Потому что он разложился уже. Одел одежду, все как надо. Я не пойму, борода у него такая есть или... Так я не понял. Или он ее выщипал у себя, священник-то. Какая-то прям не борода, не поймешь. Ну, бывают такие люди. Маленькое что-то. Не как у вас шикарная такая борода. Вот так. Вот то, что я увидел в этих маленьких роликах. И по порядку там, как вначале они говорили. Вот надо общение. И как идут, встречаются. Вот это все разные навороты там мелькают. Говорят, и нигде ничего не слышно. А там один сидит где-то в пустом собрании, другой где-то идет. И разговора-то нет никакого. Я могу представить мой разговор сегодняшний. Я его выставлю в интернет. Понимаете, если я встречался с серетиками, у меня все везде зафиксировано было. Рукой писали. Тогда даже магнатфонах не было. Старая запись. У меня много записей, которые лежат в архиве. Там примерно на 3000 часов. Часов? Даже сказать нельзя, как много у меня этого. И не было никакой такой беседы. Что вот как они обнимаются, целуются. Он ни с места, ни на шаг его не движет. Это экуменическое движение перенесли на малый клочок земли. И все. Ты ему сразу скажи. Ты никакого отношения к церкви не имеешь. И чтобы он это увидел, что это юридик. И так с ним рассуждай. Первое, второе вразумление. Не беседы повторяю. В разумлении я. И поэтому, я раз это говорю, я сразу делаюсь врагом двоим. Но я не знаю, сколько от этой беседы друзей появится, которые увидят истина в церкви. В церкви, которой Бог дал не один талант. Они истолковали писание святых учителя. Вот так. Какое соглашение? Так называемый пастор говорит. Это дружба, это проект двух священников. Ну, какой он священник? Он никто, он самозванец. Я понял. Он не священник никакой. Я про этого не знаю, вовремя рукоположен или нет. А тот, он говорит, номинации, конфессии. Он совершенно не церковный человек. И он ему ничего в ответ не говорит. Да, да, да. Вот я про это и спрашиваю. Ответственен ли тогда священник? За эти слова? Конечно, ответственен. Он других вводит в заблуждение. Нигде Ян Златоуст не называл тех, которые не в церкви. Он сурово наказывал их. У церкви такие каноны. Я встречаюсь с ними. И дружеские у меня отношения есть. Но я вижу, пришел человек один. И уже двое там сидят, которые, я говорю, не выходите, пока работаете здесь. Постепенно доводите до истины. Люди, которые обращались, мы их оставляли там. Она уже обратилась. И она вывела как раз Екатерина Девершадзе. Грузинка была. И она, Алевтина была. Они вывели отца Геннадия на меня. Ну, тогда Генрих был. В пас. А если мы их сразу оттуда вытащили? Нет, они были там, пели, продолжали оставаться. Но везде, в беседах везде уже проявляли себя православными. Говорили. Надо же мудро поступать. Вот так. Нам не надо тайные дела было знать, а именно донести до них. А когда их уже поперли оттуда, ну, тогда и ушли. Хорошо. Тогда вот заключительный вопрос. Как вы видите, Игнатий Тихонович, какую цель преследовали эти люди, когда делали вот этот проект, эти ролики? С какой целью они были сделаны? Ну, их надо спросить. Я могу только предполагать. Они считают, ничего там греховного нет. Они оба так считают. Дальше. Есть заповедь. И думать, что они хотят нанести какой-то вред, я даже не предполагаю. Они оба искренние. По себе они самые хорошие. Может быть, тот наркоман был теперь. Нет. Ну, то есть, они оба себе нарисовали планку и думают, что они под этой планкой, это есть то, что находится в церкви. А это разное понимание. И какая у них церковь? Не то, что соригинальничать. Ну, явное дело, что неладно, что побросить. Он только не говорит, что вы еретики, вам надо стать православными. И тогда мы будем вместе. Другого выхода нет. Мы не можем быть вместе. Ересь и вера Христова несовместимы абсолютно. С ними разговаривают даже, разговаривают, что ничего не понимают. Если у них есть учение о Троице, они взяли от православных. Если комон книг взяли от православных. И то, что они где-то имеют имена, может, Александр. Да вы от православных взяли, вы не знали, Александр. Это вы назвали какой-нибудь Тракторина, Октябрина. Откуда вам знать-то? Это все они от православных взяли. Ну, а дальше-то они все выворачивали, выворачивали. И одной беседы достаточно, чтобы все поставить на свои места. Вы хотите, чтобы еще встреча была? Мы вам разрешаем присутствовать. Никакого слова вам дано не будет. Если договоримся о слове, давай договоримся полчаса. Я договорюсь со своими людьми. Вы приходите после богослужения, в трапезной у нас будете говорить. Их пресс-фитер. Адвентисты седьмого дня Линк. Фамилия его. А одна из адвентисток стала у нас православная. Ее дочь теперь, вот она у меня там модератором. Юлия Фатеева-Третьякова. И она пошла к ним и сказала. Я прихожу к ним, они дают мне слово полчаса. Тему мы заранее обговорим какую. Кого вы считаете достойным услышать? Оставите, за кого не боитесь. А вы у нас будете говорить. Говорите, что вы желаете. По полчаса. Это так было необычно. В храме я не могу разрешить, потому что храмом я не заведую. И в храме беренин не имеет права говорить. У нас канон на это есть. Да нам разницы нет. Ну все, договорились. Договорились на воскресенье. Подошли вплотную. И в самый канон поступило. Нет, мы не согласны. А почему? Ну просто решили, что не полезно это. То есть дрожь в коленках. Шресла расслабили. И при том это неоднократно уже было. Неоднократно. У меня с баптистами. Ну с разными там какие были. Договаривались. Вы говорите. Ну договорились, а по часу говорить. Давайте по часу. А потом вопросы, ответы людям ответить. Точно такие же правила у нас. Но только уже точно. Ну а кому первому говорить, у кого бросим жеребий. Условия вполне приемлемые. Пока ни одной беседы не произошло. Вот так. Так что они, знаешь, говорят, налететь шапку сшибить человека еще могут. А если щетка показана как есть. У меня в Пензе было, когда я беседовал, там баптисты. Пророк Илья к нам пришел. Пророк Илья везде. Но вот случилась первая встреча. Договорились. Избрали тему. Какая их волновала об иконах. Договорились. Это ваше собрание. И вы им руководите. Если кто-то будет нарушать, вы его будете выводить. Если наши будут нарушать, я буду выводить. И взять таких, которые от одного слова повинуются. За руку не тащить. Зачем это нужно? Согласна. Согласна. Вот он говорит. Теперь я говорить начал. Только начал говорить. Буквально на первой минуте начались крики. А это говорит о чем-то. Я говорю, говорить-то невозможно. Крик. Он утишит. Ну договорились братья и сестры. Договорились же, чтобы прослушать-то. А что тут слышать? Это гнилое бревно. Пророк Илья и гнилое бревно. Это один и тот же. Я не пирог Илья, и не гнилое бревно. Из меня можно хороший столб сделать. Доски напилить и что угодно. Я в стихотворении в одном так пишу. Ну вот так. Зашумели. Я говорю, а вы можете утишить народ? А они полностью вышли из-под контроля. Сразу никогда не слышали. Ну а вы, когда у вас бы, допустим, баптист или кто-то говорил бы против. Ничего нет. Ни один бы звук и не издал. Дисциплина. Уважение. Не к собеседнику, самому себе. А его я не могу уважать. Он еретик. Знаете, нужно уважать его сопротивника. Мне нигде не показано уважать. А написано в 96-й псалом, 10-й стих. Любящие Господа, ненавидьте зло. Ересь это зло. Я ее ненавижу. Я ненавижу. Вот и все. Как Давыд говорит, полной ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Вот и весь сказ. Ну что, еретика любить нигде не заповедано. Это глупость совсем. Вразумляй и отвращайся. Два варианта. И он принял. Не принял. Все. Вообще ничего больше нет. Выбора не надо. Я православный и поступаю по канонам. Я посмотрел на эти кадания. Я тут пометки начал делать и гляжу с самого начала. Вот как они идут. Как разговаривать ни о чем. Какие-то звуки. Какая-то музыка. Все это муть. Это все безбожный проект. Никакого проекта нет. Два встретились. Уже проект. Если у нас вопросы еще есть по этим трем роликам. Нет. У меня есть два других вопроса. А попутно священник-то патриархийный? Да. Да. Московская патриархия. Ага. Так. Потом я скажу вам. Вот которые там Дудин и прочее. Они где. Может видели. Сидят в редакции. И там священник Алексей Самсонов. Который на место свергнутого Степаненко Максима. И они говорят. Один час восемь минут. С этой минуты начинает говорить священник обо мне. Вы его видели. Можете, говорит, включить. И сейчас я бы стал отвечать. Это говорит, ну как, начальник или там заведующий миссионерского отдела. Он интересно говорит. Там сорок восемь минут. Ну вот сорок минут это с восьми минут. Примерно тридцать пять минут он говорит. И ни одного слова правильно не сказал. Ни одного. Я только могу сказать Мюнхгаузен в рясе. Больше ничего нету. Он меня не знает. Он меня не видел. И дальше как я выхожу, как говорю. Какой у меня протокол. Я два слова связать не могу. Только по протоколу. Говорю где-то. Ну что-то где-то еще бы можно поверить было. Но не обо мне. И он говорит с таким опломбом. Такие детали выделяет. Как я иду. Подхожу к первой ступеньке. Он как будто это видит. А та нигде не было. Понимаете, люди. Вот видите, как точно дальше. Я не сразу на пятую заступил, а на первую. Ой-ой-ой. Какой талант у батюшки. И оттуда, как я иду. И как поднимаю руку Хайль там или что-то. Кричу. Ну то есть он что только может. Где что слышал. А это говорит не образованность. Тупость. Просто смердящая тупость. А фамилия Самсонов. Понимаете? Сколько насмешки в самой фамилии. До Самсона там ничего нет. Может быть только его блудное похождение. С филистимлянкой. Может быть. Он не может ничего сделать. И в волосах его никакой силы нет. Хотя он и без волос и с волосами такой же бессильный. И обо мне он говорит. Вот мне хотелось, чтобы кто-то, как вы. Говорят, достойный комментатор. И сам комментатор, который комментирует там. Или диктор, который ведущий-то. Он явно не расположен ко мне уже. Диктор не может быть таким. Он людей желает ознакомить с какой-то личностью. С каким-то явлением. И он должен только задавать вопросы. И в вопросах даже не показать, на какую сторону. А здесь явно прям настроен. Я уже понял. Это прихожанин чей-то. Он заблагословленный. И они брали. И он такие вопросы задает. Поэтому это не может вызывать доверие. Я вот получал упреки неоднократно. Зачем вот у вас неурядицы, какие-то потеряевки. Вы выставляете это. Да кто туда поедет. Теперь для Слова Божия нет уст. Когда я получил, освободившись, дела свои, тома. И стал выписывать то, что говорил. Самое поганое про меня. И все поместил в книгу. Да понимаете, это... Мне понимать не надо. Я отвечаю так. Я очень уважаю моих считателей. Когда к этой еретике будут, я говорю, считатели, не еретиков. И поэтому я не зализываю свой образ. А я показал, что я всесторонний в глазах людей. То есть от меня идут разные искры летят. Разные отображения, кривые. Ну, это сфера кривых зеркал. С одной стороны люди смотрят. И ничего. Да, может, кто-то и не хочет с вами, значит, не прописан на небе. У меня ответ очень давно заготовленный. А если верующий, он что, ложь от правды не отличит? А ты посмотри. У кого еще столько есть роликов, чтобы все сферы жизни показать? Работаем, где-то не согласны. С батюшкой я там выступаю. С батюшкой нашим, отцом Аким, не согласен. С архиереями не согласен. Выступаю в епархии. Купаюсь там, плаваю. Обедаю за столом. Детей там наказываю. И проще. Ну, нет, просто нет. Просто нет такого нигде. В интернете больше я не встречал. И говорят, да никто не видал этого. Полностью все, говорится, как прозрачный образ жизни. И они уже не те. А они могут это. Они не могут. Я с них этого не прошу. Но они это не уважают. Я действительно уважаю моих слушателей, посетителей моих ресурсов. Теперь ваши вопросы. Я спрашиваю. Сказано, что жена в церкви да молчит. Как? Жена в церкви да молчит. Женщина в церкви молчит. Да молчит. Апостол говорит, конечно, не о храме. Не о храме. Он говорит вообще о мистическом теле Христова. Так вот, может ли тогда женщина быть преподавателем, учить по слову Божию православных людей? Я спрошу. А в церкви почему вы решили, что это за пределами касается всей сферы, сама церковь? Откуда вы это взяли? Толкование такое. Ну да. Да. Откуда? 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 Я тебя не выпущу, пока ты не ответишь. Отвечай. Откуда ты насобирал такое? Дальше написано. Если желает что узнать, то спрашивает дома у мужа. А дома-то у него домашняя церковь. Значит, речь идет, что были в храме, и в храме она должна молчать. Речь идет о стенах храма. А если мы вышли в трапезу, она может разговаривать. Она может быть учителем. Понятно. То есть в храме. В храме. Потому что написано, говорит, а желает научиться, спрашивает у мужа дома, не дорогой даже. Зачем делать различие церковь и дом? Когда церковь и в самом доме, если по-вашему что сказали, объемное понимание, то домашняя церковь есть. И она не имеет права спрашивать. Не имеет права в стенах. А дома она имеет право. Она имеет право занять кафедру, когда муж под столом лежит пьяный. Ян Затауз говорит. Женщина в делах житейских бывают острее мужа. Это речь идет только о стенах храма. Вот почему. Мы, когда сектанты выступают, они женщины, там за кафедры уходят. Мы говорим. Одно это говорит, что вы не церковь. В церкви никогда, за 2000 лет было, в исторических церквах не было. Одна церковь. Одна. А говорите о церквах. Ну, в откровении говорится, три церкви показаны. Алладихийская, Фелодельфийская, Сардийская. Вы видите, как. Это состояние церкви. И состояние церкви, вот эти пять, которые показывают католики православные, гриориан-армяне, копты-сирийцы. Это одна церковь. Это одна. И какая часть больше уклонилась, что, это другой вопрос. Определяется только связью с апостольской церковью. А если легитимной связи нет, это не церковь. Это совершенно новое образование, которое с момента появления вот такого-то Лютера там или Шальза. Вот тут оно. Джозефа какого-то, Смита. Вот от этого момента начинается их организация. Никакая не конфессия. Это мирская организация. И поэтому, чтобы не было разделения между церковью и еретиками, заставили всех перерегистрироваться. И теперь не называется церковь, а организация. В отделе юстиции. Организация. То есть они думают этим как-то примирить. Ну, мы-то знаем. Одно время они восстали против того, что секта. А секта во всех атеистических словарях везде и, наконец, бросили, не стали. То есть там-то сидят люди, совершенно никакого отношения не имеют. Меня как-то вызвали в налоговую здесь инспекцию. И вы православные, согласно регистрации. Да, почему отчета не даете? Я говорю, какого? По финансам. Сколько продали? У нас продажи нет. Как нет? У нас вообще нет продажи. У нас ни киоска нету. У нас деньги даже не появляются здесь. Ну, а как? Только у вас свящей нет. Есть свящи? Мы сами собираемся, купим воску, бабушки выльют, сами сделают. У нас чисто восковые. Она побежала в другой кабинет. Приходит более такой начальник. Вы православный? Да. И как? А как же крестите? Ну, бесплатно. Как бесплатно? Ну, у нас сколько церквей, все платят. Еще кого-то вызвали. Вот они, им надо с меня взять что-то. А взять надо за дело. А вот это дело-то мы заранее знали, обговорили в уставе. У нас денег нет. Но у вас же бывает добровольное пожертвование. Бывает. А сколько? Я говорю, а зачем вам знать сколько? Это добровольно. Они не подлежат никакой комиссии, ни эмиссии. Никаким дефолтам, ни кризисам. Человек шел мне в карман, встунул. Я должен теперь прибежать к вам и показать. Вот мне положили в карман. Заберите восьмую и сейчас. Да нет этого нигде. За это не изъимала даже советская власть. На улице сидите нищие. Я подошел, положил ему 2 миллиона и пошел. И что, я виноват? Или нищий побежит вам скидывать процент свой? Подержали, подержали, отпустили. То есть, когда ставишь на место, они понимают, мы не православные. У православных по-другому. Вот бабушка наша едет и дорогой раздает Евангелие. Ну, там Евангелие, любое там, патриарх, благословение. И сразу бабушка одна сидит, электричка, достает материал, деньги. А сколько стоит? А наша сестра говорит, это мы даром даем. Даром? Пошла вон сектантка. Я думал, правда православная. Еще и перекрестилась, перекрасилась. Православные никому ничего даром не дают. Вот определение. И все. И при том, это не один раз, не один раз. Православные никому ничего даром не дают. Это просто люди, научившиеся, не научившиеся бизнесу. Мне нравится открытый разговор. Был генеральный прокурор России, Скуратов. Какой-то снимок сделали, якобы женщины голые в бане. Издалека даже совершенно не он. И сняли, убрать. Ничего не стоило-то. Один из самых лучших прокуроров был. И он говорит, я беседую с Борисом Абрамовичем Березовским. И говорю, Боря, а почему ты не едешь в Израиль? Удовольствие просыпаться утром и знать, что 6,5 миллионов желают тебя обмануть друг друга. Это говорит еврей, олигарх. Говорит о своем родном народе и знает, что это люди, которые умеют деньги делать. Почитает Тарас Бульба. Уже в бой идут. Уже рядом. Он еще успевает торговать. И показывает там Изада Ватт, кажется, такая. Фильм стоит, как в Польше были они. Уже все арестованное, уже заблокированное. И мальчишка маленький идет, леденцы продает. Еврей. И поэтому еще спрашивают батюшек. Они все построили на бизнесе. Симонисты. За деньги ставили раньше. Щемоданы денег возили с собой, чтобы в архиереи продараться. У меня нет нигде этого. И они вот в чем меня обвиняют? Во всем абсолютно виноваты сами. За мной этого нет. Они по Достоевскому делают. Сильнее у кого-то укорить, обвинять в собственных недостатках и грехах. И вот если бы этого Самсона, вот, 1 час, 8 минута, так, вы, там, ну, будет возможность, загляните. Сейчас я посмотрю, чтобы уточнить. Вот, адреса новая. Ну, да. А 1 час, 24 минуты. У них там, за 4 минуты. Там меньше они там говорят. Вот, ну, 8 минута. Так я нашел. Вот так. Ничего больше нет тут. Ну, еще что? Так, еще что. Еще вот два вопроса. Соответственно, жена в храме-то молчит. Что касается дисциплины храмовой. Как должен вести себя прихожанин в храме, приветствовать во время прогослужения брата или сестру? Или просто стоять молча в духе молиться? То есть, вот, какое поведение допускается в храме? У нас все это обговорено. У нас. Как одеты должны быть. Край подала должен быть не выше 10 сантиметров. Руки сзади не держать. Стоять благоковейно, ни на что не опираться. Это все из жития святых. Устав составил я. Это никому не секрет. Почему? Потому что я знаю жития святых. Я их насчитывал, обрабатывал и прочее. Стоять благоковейно, никого не приветствовать. Зашел, и ты никого не видишь. У нас было раньше, и свои свечи приносили, ставили. Запрещено. И вот, допустим, у нас служба идет в 8. Без 7 минут все должны зайти. И тогда заходит староста, или у нас педеральные смотрители называются, наблюдатели. Он заходит и громко оповещает. Встанем все на молитву. Или встанем все для молитвы. И 7 минут полное абсолютное молчание. Ни хождения, ничего нет. Теперь размысли об этой прошедшей неделе. Помолись о священнике, чтобы огненное было служение. Поблагодари. Никто не мешает. И после этого открываются только врата. И кто не успел зайти или опоздал, они тогда заходят. После этого эти 7 минут. Ну, а если только было трижды, то пишут объяснительную. Три раза в эти 7 минут опаздывал. То есть у нас абсолютно все обговорено. Стояли скамейки вдоль стены. И сидят они. Вот там алтарь. А с этой стороны они друг друга видят. Мы скамейки эти выкинули. Должны сидеть вперед, кому больные это поставили. Скамейки только, чтобы они построили на алтарь, а не друг на друга. Никакого хождения, никаких зажжений свящей. Ничего нет у нас. Нету. Вот у меня спрашивают. Ну, а вот женщина зайдет в брюках. Вы как, выводите? Я говорю, нет. Вот это правильно. Я говорю, а что правильно? Ну, что не выводите? Я говорю, так она не зашла, ее не допустили. Как бы я выводил-то? У нас специально наблюдатели стоят и ее никогда не запустят. Ну, а если она... Ну, и специально есть у нас материя, есть юбки. Если она по-серьезному приехала к ребенку, даже в лагерь приехать. В лагерь. И то уже договариваемся заранее, берем родителей, что мы приехали без сережек. Ей трудно снимать. Значит, ребенка не беру. Ну, я сниму. Вопрос снятый, чтобы не была накрашена, не была в брюках. К ребенку в лагерь приехать. Не в церковь. В лагерь. И у нас четкие правила. Приехала комиссия там. Приехали с милицией где-то. Заместитель прокурора, полковник приехал. Что-то не по форме. Все, мы его не запустили. За дверями так простоял. Через ограду разговаривали. А у меня близкий знакомый, прокурор края, генерал-лейтенант был Параскун Юрий Федорович. И от него приезжал который. Я говорю, он, наверное, пожался. Что ты сказал? Такие порядки у них. Мне так понравилось. Я говорю, ну вот. Видите как. Порядок. А вот мы хотели зайти. Я говорю, у нас написано, имеешь право только с разрешения двух общин. Барнаульская община собрать надо и спросить разрешение, чтобы я запустил. Право имеет входа кто наши юрисдикции и начальник лагеря. Я не разрешаю, потому что я имею право определенное только до чего-то. То есть везде обговорено. И как вести себя в храме? Полное абсолютное молчание. Если батюшка кого-то раньше было спрашивал где-то, теперь батюшке подсказали. Женщин не спрашивать. Мужчина может ответить, женщина нет. В коридор. Вышли. Батюшка, там поговори. Батюшке не понравилось это дело. Ну, не понравилось это и он имеет право на это не понравиться. Но он спросил одну сестру, она палец прижала и стоит. Батюшке неудобно, больше он не стал. Я к примеру говорю. Кто скажет, докажи. Ну, что разговор был. Четко, определенно. У нас специально избрана для женщин, у которой там бывает подол выше или еще что-то замечено не так, платок. Сестры. Тут, ну, саросты, конечно. Объявляем, выходим. Тушить свечи. Ну, разрешаем ребятишкам тушить. Вот. Которые зажигают, это специально панамари избранные, а не в одеянии. Но вот 7 минут никто не имеет права шевелиться. Не успели зажечь свечи, значит нет. А когда уже началась служба, тогда те, которые на это призваны, они могут зажечь. То есть у нас нет ни одного шага, который не был бы как-то обговорен в уставе. Поэтому люди знают. Я сторонник, что ребенка дергать не надо. Вот в лагере там то нельзя, другое нельзя. Абсолютно неправильно. Человек наделен свободой. Свободой в рамках закона. Мы показываем вот ограда. Вот дверь в ограду заходить, через ограду не прыгать. Вот здесь вот так-то качаться вот так надо. А не так. Качнулся на тарзанке, а теперь назад не вернулся. И на веревке начинает накручиваться. Значит, решаешься право. За этим наблюдает кто-то старше, смотрит. Везде абсолютно правила есть. Вот когда играют в городки, чтобы ближе размахал, палки не подходили. Зрители должны сидеть только справа и выше. Впереди них, ну то есть безопасность. Купаться тоже. Три поклона пошли. Туда идти только шагом. Подошли когда так. Теперь ему надо уже ходить на пирс, купаться непосредственно. Кто старше? Он просит. Благословите. Бог благословит. Все. А теперь оттуда одеваются. Так, теперь смотрю я уже. Один дорого копается там. Этому придется штаны в руках тащить, в одних трусах бежать. Так. Считаю до трех, до пяти. Раз. Он дергается, не может. А другие уже. А никто не бежит. Все стоят на стриме уже, которые оделись. Два. Уже нога на старте. Три. Они обязаны бежать теперь только бегом. Почему? Сюда не надо разгрещенному воду. А из воды, наоборот, надо согреться. Знаешь, такие простые вещи. Значит, ну тут уж любому понятно. Дундуку. А теперь бежать где? Где лагерь? Большие качели. Забежать туда. Там ограда такая позволяет. И сиденья коснуться главной качели. Все. Добежал. Теперь он свободно ходит. То есть, вот это рамки. А если нет? Ну нет, значит, он наказан будет. Лишен купаться и проще. То есть, все регламентировано. Он знает даже наказание. Ребенок заматерился где-то. Пять горящих. А ударил кого-то. Семь горящих. Крапивой. И они это уже знают. Так, ну а если сам прибежал, сказал, вот я так не думал, так, то другое. Наказан будешь все равно. Ну меньше, несравненно меньше. И надо просто чисто условно. Главный грех – это ложь. Ему показывается. Ложь увеличит наказание в 10 раз. В 10. И ребенок это знает. А в церкви, да в церкви посторонние люди, а их надо учить. Зачем? Оглашенные изъедите выполнить не могут. Я не знаю, у кого выполняют. Вообще не знаю. Я когда сказал, кто оглашенный, даже не знает, священник говорит, я должен выйти. Я говорю, сделай это благо. И запри, как выйдешь, запри на амбарный замок. Я говорил, когда пусть и рай танцевали, там, собрать деньги, огромный амбарный замок и повесить на храм Христа Спасителя. И три месяца никому не заходить. Никому. С патриархом только на этой площади до канала плакать, чтобы канал переполнили. И после этого осветить и зайти, не прикасаться. Они прикоснулись, а теперь пили кресты, спасай Россию. И пошли они воевать. А они неразумные. А они не знают, как поступать. Почему? От Бога это зависит. Меня не касается храм Христа Спасителя. Или я в этот же день молиться стал. Выставил. Теперь мы обходим вокруг храма Христа Спасителя. Мы молимся, поднимаем руки. С четвертой стороны закрыто там на замок. И прохода нет. Ну, там ограда загорожена. Мы вызвали полицейского. Ему все разъяснили. Вышел сторож, открыл. Мы с той стороны зашли, помолились, преклонили колени, подняли руки. Вышли, поблагодарили и пошли, дали визитки. То есть, все двери открыты. Мы поставили задачу. Помолиться вокруг храма Христа Спасителя. О патриархе, о президенте, о всех. И все это засняли. А то ничего нельзя сделать. Я говорю, еще не начинали делать-то. А начнешь, гляди, и получится. Ты отвечай на свой вопрос. Почему тебя Юрием назвали? Если ты земледелец, то паших. Не на вину распах, а на вину, сердец людей. Я посмотрел, там у вас будто бы есть, которая Кочеткова, Георгия, там, как-то приезжает. Дело-то не в этом. Дело в том, что в искажении догматов, где я посмотрел, они далеко забрели. Ой, как далеко. А они ко мне приезжали сюда целая группа. Вот я сижу. Ясное дело, что они все правятки знали. Мы с ним встречались когда-то. На меня было сильное гонение одно время. Еще в зарубежной церкви за три материала. Он говорит, они вам ничего не сделают. То есть он может сказать. Я как-то делаю сравнение им и Дворкину. Вот Дворкин, это может что-то показать. Неправильно там как-то он работает. Работает. Но никого, видимо, рядом не было. Вот этого священника, когда они там схватили, выталкивали дурдом, и дальше как их там запрещали. Этого нельзя было делать. Ну пусть он повторит вторую молитву. Что из этого? Они там на Евхаристии-то, Евхаристический канон-то считали. А священник тот дал по-своему-то. Ну они на него там посягнули. Этого тоже нельзя было делать. Почему они это сделали? Потом, думаю, они это поняли. Потому что последствия были тяжкие. И вот сейчас они почему забредают в такие идеи? Брекасается, троится, меняет выражение. Символ веры неприкасаемый. У нас считают Духа Святаго Господа истинного. Как было в древней церкви. Как у старообрядцев считают. Истинного, животворящего. Но мы не стали считать. Мы сначала сделали запрос в Синод, епископа. Чтобы никто к нам не придрался. Не сказали, а все это уже принято. И все гонения на старообрядцев, як они и бымшие в 71-м году. Ну и все проще это. Мы даже на то, что сделали, и имеем на этот... У меня благословенная грамота на всестороннюю проповедь. С печатью на бланке, с подписью митрополита Виталия. То есть мы в русле канонической церкви. Благословение это не на один день дается, а на всю жизнь. Вот так. С избытком ответили на все мои вопросы. Вот я иногда ставлю. У меня что-то не было. Ладно, с роликами с этими. Это не от меня зависит, а от вас. У одних записывают оба видно, а у других видно только меня, а вот только голос. Ну я ничего не могу сделать. Я стал спрашивать здесь, которые приходят, ремонтируют, смотрят у меня программисты. Они говорят, это не от вас зависит. У меня... Вот своими стал говорить здесь. Один записался, другой нет. Почему? Они то на планшете, то еще на чем-то. И поэтому что-то там это в другом месте. У меня на компьютере. Ну на компьютере, может быть, оба будем видны. Вот. Ну потом посмотри, я говорил, где они там эти... Изгаляйца. Слово лапковщина. Они там придумали слово. Заряди. И прослушай его. Можешь по всему ролику пройтись. Какие вопросы? По всему можно было бы ролику пройтись. Но особенно этого Самсонова Алексея это. Ой-ой-ой. Ну просто клоунада. По-другому не скажешь. И люди торты раскрыли, слушают. Ну священников. Ну ни одного слова нет. Я выхожу, и у меня протокол. И я никуда. Я по протоколу говорю, как Брежнев, бумажку держу. У-тан. Ну не так же ведь. Все посмотрю, Игнатий Тихонов. Да. Ну что-то. Все тогда, да? Тогда отпускайтесь с миром. Слава Христу. С миром. Слава Христу. Если что-то будет где-то подобное там, священники. Вопросы. Смело выходи. Я для вас окна не оставляю. В любой момент я подвину, что у меня какие встречи и прочее. Я сейчас прям целыми днями сижу, перетаскиваю ролики. И сейчас вот копию сделать с Ютуба и прочее. Потому что покосников много, мало ли что бывает. А у меня худо-бедно почти 4 тысячи роликов. Только из деревни я привез 710 роликов. За 4 месяца 20 дней. Но это тоже чего-то стоит. Это надо знать где. В лесу мы работаем, с ягодами, дети. Все абсолютно. Какие правила приезжают люди. Крещение, подготовка. Кого допускают это. Ну пусть покажут еще. Ни два, ни три одного. На весь интернет. Чтобы вот так все показано было в духовном плане. Ну, понятное дело, что я на исходе уже. Ну и раньше я такой был. Я говорю, на днях один тут вопрос задает мне. Я вот верующий. А потом вот остываю. И потом у меня ничего нет. И вроде и ходить не хочу. А потом как-то маленько что-то. Какой совет дадите? Я говорю, я не могу дать совету в том, в чем нет опыта. У меня нет этого опыта. У меня однажды вспыхнувший свет, он только разгорался и разгорался. А что отступить? Назад. Я понимал, что массы сожженные. Назад хода нет. И я опыта не имею. Я не говорю, я этого не понимаю. Есть Бог. Есть рай. Я поэтому, я понимаю, я стремлюсь к почте высшнего звания, Павел говорит. И вот это охлаждение. Сказать, вот 53 года было такое, чтобы охладел? Не было. Я этого не понимаю. Если по-настоящему человек обращенный к Богу, то этого не может быть. Не только нет, а это никак не может быть. Если только особое, редкое такое попущение, как у Нифонта было. Он блудил, там все это, и сблудился. А потом у него сразу раз вера отнята была. Он встал, веры нет. Но он продолжал молиться, правила соблюдать. Проснулся утром, через три года, вера опять появилась. Но это уже было не евангельское состояние. Нет, у меня все по Евангелию. Внезапное, как у Савла, обращение. Обычно говорят, у человека что-то не ладилось, он пришел. У меня, наоборот, все ладилось. Широко, путь открытый. Я мог продвигаться и по карьерной лестнице, и везде. Но Бог остановил и показал другой путь. И я его избрал. И поэтому те, которые там где-то что-то говорят, я уже ответил, ролики их разобрал. Теперь вот этот надо еще коснуться. Уже два запроса было, чтобы его по частям разобрать. Остальное, там где-то говорят, там что-то. Большой ролик его, больше часа. Я говорил, сейчас 24 минуты, кажется. Я вначале сказал маленько, не так, больше. Они туда-сюда, кто под именем Скворотовский, говорят, но Игнатий говорит, это правильно, я согласен с ним, что надо учить перед крещением. Он раза три сказал, а у Дудина ничего нету за мной, нету. На свалку он меня выбрасывает и все. И сидит, куда-то глаза заведет, и как говорит, видно, что человек... Ой-ой-ой. Даже сказать боязно. А тот-то скрылся его лица, не видать, что он там говорит, где. Еще отвечать на это. Дело вот в чем. Я много судился с безбожниками, которые грабили меня. У меня на это право есть, государством дано право, вера. Я могу... Епископ у меня что-то отнял. Каноны говорят, я могу вызвать его в суд и стать перед судьею. И вот здесь так же самое. Они судятся. Вот пришли в суд, вот он на меня клевещет. Лапкин вот так-то делает. Он говорит, в суде, когда я подал, мне не надо доказывать, что это не так. Он должен доказывать, что это так. А я могу только представлять документы, мне еще доказывать. Он не доказал, но и все. Доказывает он, обвинитель. Они даже этого не знают. Они никакие. Где он меня видел, что я на двух уазиках езжу? Он должен представить. Клевета. У меня ни одного не было, никогда на нем не ездил. Понимаете, он с первого шага. И вот я захожу к священнику, прохожу вперед там, бывает, приложусь к икону, пусть он это все покажет. В каждом храме. А мы едем мимо только, Господи, спаси нас от любых волков. Мимо каждого храма едем и открещиваемся. И в храмах, вот, когда ездили по всей Европе, ну, в двух храмах я только был. Это в Грузии, где крестник мой, где я проповедь говорил. И в Лиссабоне, где я проповедь говорил. Больше-больше нигде не остановились. Нету. То есть он не то, что врет, он даже не врет. Он просто выдумывает, сидит. Врет, это, как имеется, как поворот какой-то делает. А ему не надо делать. Он просто сидел и говорил, как ему казалось. Может, видел. Может, ему казалось, что так надо. Я вот как рассуждал однажды. Вот их учат. Сектанты, там, баптисты, они не признают икон. Он пишет. Не признают икон. Ага, у сектантов нет икон. Дальше. У сектантов вот это, и он опять пишет. Три-четыре признака, по которым можно определить. Но он изначально избрал неправильно. Они о нас говорят. Они сектанты. А у него уже записано. Вот четыре пункта должны совместить. И он не может никак их совместить. Ну, ему только согласится, что я не сектант, я православный. И, наконец, приходит сестра от него. И она зашла. У нас все в иконах. Она говорит. Так у них иконы, батюшка. Ага, иконы. Это они ради вас повесили. А вы ушли, они сразу их выбросили. То есть, у него ямка там уже заполнена вот этой ложью из семинария-то. Ему надо в это вогнать, а его нет. Батюшка, а вы говорили, у них епископа не был. Нет, а я как раз была, у них епископ приезжал. Епископ. Да вы знаете, кто там переодетый был, епископ. А если епископ, так они его служба от службы, потом палками его бьют. И пока там у них там лес, пока залез не выгонят. То есть, вот такое. А вы говорили, у них там, это, они говорят, что у них там жирных, таких толстых людей нету. А я пришла, там такие две женщины жирные. Так это не их люди пришли. Своих они так, у них там подвал бетонный. Они туда спускают на веревке человека-то. Через три дня поднимают. Если опять взвешивают. Если не так, обратно его сажают. Это попы говорят-то. Ну, я буду с ними доказывать или что-то. И вот приехал корреспондент и говорит об этих подвалах. Говорит, я был в этом подвале. Там была церковь у них. Ну, сейчас вообще склад. То есть, из комсомолцев. Московская комсомольца уже приехала. Когда мы их зажали, пришлось им отвечать уже тогда, платить деньги. И тогда направили уже корреспондентов. У нас много кто был. И вот, понимаешь, ну, настолько выдумывают. Это что-то, понимаете, это как Белое Братство. Там и Белое Братство. Дальше они считали там Анастасия там что-то. Это как Анастасия. Это все пишут в Кемеровской парке. Звенящий кедр. Я даже не считал, что там у них. Извенящий кедр. Вот кто желает приехать в Потеряевку, там староста Игнатий Лапкин, то только с его разрешения. Во-первых, я не староста там. Я староста Крестовозреженского в Барнауле. И потом, у меня ни один человек в Потеряевку. Туда, когда я там ездил, нет. Но здесь, если на меня выходят, я объясняю. Правила вот такие, что без табака были. Женщины в брюках. Я объясняю. Зимой категорически запрещено, потому что здания нету. Ехать никуда. Поезд 12 ночи приходит. Встречать никто не может по сугробам. Вы вылезете дальше, куда идти? Ни огонька, ничего нет. Это все равно, что умереть. О, видите как? А они берут, написано, зимой запрещено кого-либо приглашать. И они ставят это, это тоталитарное. Ну, то есть, даже дураками нельзя назвать. У нас был один там, где-то выехал, но он не доехал до нас. И его в кустах нашли весной. Другая в соседнем селе, что ее поперло? Весной-то-ка вороны показали, где она. И наши заповеди-то какие даются. Мы заботимся о людях. Ну, он решил, а я приеду. Но даже ты приехал. И дальше куда? Ты слез, ночь, ни одного огонька нету, ни одного здания, никакого, даже старая нету. Что дальше? 30 градусов мороза или 40. В какую сторону, не знаешь, идти? Ну, да, ты вообрази куда-то. Только идти по линии до следующей станции. А до следующей станции самое ближайшее там 15 километров. А селишь по шпалам, расслышишь, что поезд идет по линии. А там одна колейка только. Ну, вот ни одного слова нету. Ну, я понимаю, ложь, непрерывная, тройная ложь. Всегдашняя, абсолютная ложь. И почему? Потому что они находятся там, где все на лжи построено. А неверующие так на вас говорят? Неверующие – нет. Неверующие – нет. И вот такой штаб так преследовать там под именем Дудина, в рясе, вот так непрерывно, мстительно, прям задача уничтожить, ролики переворачивать. Ни один коммунист со мной так не поступал. Никто. То есть, они своих создателей, которые создали их, они превзошли. Почему? Потому что они касались святыни. И тогда всем злейших, а не в семь раз хуже своих, кто организовал их. Сталин и Берии, который образовал в 1927 году от митрополита Сергия патриархию официально. Все настроено на лжи. Так вы против патриархии. Я против лжи патриархийной. Не надо путать одно с другим. Вас пока не задело, вам лучше молчать. Когда вас так же поволокут. Но я Бога благодарю. Самое-то важное. Я Бога благодарю. Это моя награда. Я чего-то стою, если такую ложь, и на него бросают, там, в студии, в газетах своих печатают, и день и ночь извращают, кровью заливают. Это, я говорю, ваша кровь по экрану течет. Вы виновны в гибели людей, а не я. У меня ни один не погиб. Я из огня, из полымя выхватываю людей. Я могу им показать конкретно. А они ничего не могут показать. И у меня нету обратной стороны. Я весь здесь. Меня хоть со спины рассматривают. Интересно, однажды стоят студенты, их вызвали по уборке города. Ну, они там окурки собрали, там стоят, разговаривают. Я вижу, группа людей. Я подошел, успел немного сказать и дал им визитку. И они опешили буквально. Я развернулся и пошел. Один подошел, там, видимо, к ним. Я так догадываюсь. А это кто у вас был? Такой человек. А где он? Никого нигде на улице нет. Один я иду. Они сзади увидели заплаты, там, я как есть. Я когда разговаривал, и меня не видно было. И они одного студента подбежали, послали. Ну, сбегай, узнать. Больше никого нет. Не он ли это был-то? Тот забегает. Он самый! То есть спереди и сзади. Это совершенно разное. Я спереди-то маленько еще как-то... Ну, хоть маленько видно, что я не бомж. А сзади-то я... Любой бомж, лучше меня, одетый-то. Да мало того, они еще не увидели, что я босиком. Я иду по городу босиком совершенно. В краевой администрации везде. И они меня не видели, что я босиком-то. Вот, понимаешь, насыпали гравий маленький. Ну, галька там лежит-то. А там вышли до нового учреждения. Две женщины стоят, курят. А я им говорю, думаю, скажу им, что курить-то вредно. Вот. Иду, ну, а ноги-то как поднимаются. Ну, я шагаю быстро всегда. Ну, и с большой скоростью вот этого пнул. И отлетела галька ей по папиросе, ударила папирос. А я даже не понял. Она еще не опомнилась. Я говорю, курить вредно. Она в руку смотрит на одну папиросу. Ой, вообще. Я такие интересные случаи могу рассказывать. Даже не придумаешь. Вот нарочно нельзя придумать. Вот так. Притом неумышленно. Это само все так случается. Вот почему именно так? Вот на днях мне надо было время. Прямо, ну, я работаю никак. Потому что 11 раз надо в разных местах экрана, в разных углах ткнуть. Если чуть-чуть не так, все заново начинать. Я пока восстановлю, еще минут 10 уйдет. Я 300 роликов перенес, представьте себе. Со своего ресурса на другое еще умножить. Ну, времени, ну, никак нету. Нету. И в это время, я знаю, я смотрю уже, время выходит, надо молиться. Ну, 7 раз в день надо остановиться на молитву. Вот я уж, тебе кажется, на ухо скажу. Вот. И в это время, ни раньше, ни позже, в это время приезжает Игорь Барабаш. Дела остановлены. Я выхожу к нему, вон те двери синие, там стоим. Теперь все уже, ясно дело. Теперь опять время проходит. Но я до того занят, думаю, я маленько смещу время молитвы-то где-то. У меня никак не получается. Бац, звонок. Срочно сейчас нашу сестру повезли в больницу из другого там места. У нее не обречи, не определять это. Тут все, я, наверное, то, что пропало, уже знаю. Сразу хватаю свое оружие, оружие, и я пошел по ступенькам кверху. Она называется лестница, лестница. Начал карабкаться. Третий раз. Третий раз. Тут уже опять мне надо уже молиться. Ну, не могу я оторваться. Господи, я маленько смещу. Я сам себе разговариваю. Бац, звонок. Опять звонок. У меня там вот это дело, такой нарыв. И сейчас резать будут у меня там щеку и то другое. И я опять думаю. Ну, кто это все делает-то так? То есть у меня то важное, а вот это не так важное. Я могу в любой момент. Но именно так. Я все время удивляюсь, как Бог сочленяет одно с другим. И не по нашей воле, не по нашему желанию. Но главное направление я должен был избрать. Семикратно в день прославлять Бога. Семикратно помолиться, а потом сто поклонов. И так семь раз. Не считая утренне-вечерней молитвы. Всегда входят ночные молитвы еще. Понимаешь как? К человеку, когда говоришь, он не понимает. Я же не говорю, как ко мне такие средства поступали нынче. И какие средства-то? Если я истратил только на пруды, на это 440 тысяч. А пенсия у меня 6275 рублей и 3 копейки. И ни копейки, ниоткуда больше у меня нет дохода. И нынче только вот мысль моя пришла, это надо сделать пруды. Пришли дети там, сучки с дамбы убрали, то другое. И у меня никогда денег не было. И сделать невозможно. Вдруг я гоню технику. Думал, одновременно экскаваторы два самосвала нанять еще. Вот только щебень завести 237 тысяч. Это невозможно. И никто не может понять, как это может быть. Бог. Это главное. И Бог знает, что я ни одной копейки на себя не потратил. А сейчас Игорь пришел, а Володя уходит. Это позавчера было, он приезжал. Из Потеряевки-то. Никита заказал 5 литров молока. Положил деньги здесь. Володя столько-то. И он, Игорь, походит. Я деньги-то не касаюсь. Вот бери, выложи Володе сливки. Теперь они едят. Один сквашивает, сметана у него. А трое же мы. У меня ничего нет. Но им надо... Я запрещаю это дело. Игорь, ну может возьмешь что-нибудь. Я тебе так дам. Я говорю, Игорь, у меня денег нет, и на чужое не привык жить. Никогда на чужое не зарился. И они едят молоко, сливки, а я не ем. То есть у меня нету. Полугнилые помидоры там нарезал и все. И мне это как раз. Не потому что я добрый, у меня принципы есть, по которым я живу. Даже упрекали. Как же так за одним столом? А вам зачем упрекать? Это мой стол. У меня гости. У меня правило. Если ты не пасечник, у тебя есть мед, никого медом не угощай. Это твой. Твой ложечку меду в теплой воде. Тебе на ночь для поддержания ума и сердца. И все. То есть определенно. Все остальное на стол, кроме меда. Это лекарства. Лекарства не угощают людей. Понимаешь, кажется простенько такое. А все как надо. Вот застегну тебя, смотрю. Ты уже вспоминаешь, когда идешь со мной на встречу. Все у тебя как надо. Что собранность. Я недавно одного в магазине знакомого встретил. Я говорю, зачем ты расстегнутый? Ну, это такое указание. А какое указание-то? В галстуке можно? Можно. Тогда затянутый к Жириновске. А как только галстук снял, и Путин так же сразу расстегивает. Вы знаете, от кого это? Я ему разъясняю. Но это показывает, что покупатель придет, он видит, что я такой простой парень на рубахе. Я говорю, наоборот, ты видишь, что ты разгильдяй. И что поэтому товар твой может быть гнилью одно. А если бы ты был строгий, тебе видно было, что ты отвечаешь за свою цену и за качество. А теперь у него нелады со здоровьем, лишний вес, кровь прорывает, из носа тещет кровь и затычка в носу. Я говорю, а это покупатель не отбрасывает? Ты хотел лучше выглядеть, теперь совсем никак. И все. Ты можешь убрать, не можешь убрать. Потому что она все время уже тещет. А ты лекарства знаешь, я знаю. У меня люди вот с таким объемом приезжали. Сколько раз говорю, ничего не могут. Я говорю, я знаю, на какой курорт поехать, какой ко мне в дом. Со мной вместе будешь вставать, молиться, обедать и на работу будешь уходить. Он приехал, при том поп, священник. Он на ремне три дырки, далекая одна над одной, три дырочки уменьшил. И при том я его не проверял. Я только беседовал с ним. И он сразу на стройку, тасать кирпичи там, все такое. Идет с собой, один ломоть сухого хлеба берет, потом не стал брать совсем. И все поплыло. Очень просто даже. У меня зашел один, я пошел, говорит, устраивается бульдозеристом, они приняли давление. Что бы мне съесть? Иван Иванович, Иван Никифорович, Пульхерия, что бы мне такое поесть-то? Я говорю, Саша, ничего не ешь. Три дня, всего три дня только. Он через три дня пошел, нормальное давление, и все. У тебя давление-то из живота. А оно бьет по мозгам. А теперь каждую клетку надо кровью накачивать. Сердце качает и качает. А у меня что качать-то? Я здесь по-звездски приезжаю, сестры обнимают. Ой, хоть живые мощи, живые мощи. Вот мощи. Ну ладно. Ладно, все. Храни вас Богом. Богом. Благодарю. Хозяйке передавай добрые пожелания. Макарий-то как там? Слава Христу проповедуют в садике. Во славу Божию, Юрий. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать. С нашего канала. Продолжение следует...